Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Миша и Софья встречались уже несколько месяцев. Девушка очень нравилась молодому человеку. Умная, красивая, интересный собеседник. Да и увлечения у них совпали. Оба не представляли своей жизни без путешествий. Зачитывались современной фантастикой и мечтали некоторое время пожить в трейлере. Честно говоря, Михаил даже задумался о предложении. Он понимал, идеальнейшей девушки ему не найти. Единственное, его немного смущало, что в Софье оказалось напрочь отсутствует симпатия. Однажды, когда они гуляли в парке, рядом малыш катался на велосипеде. Вдруг что-то пошло не так, и мальчик упал на тротуар. Многие чужие люди подбежали к нему. Кто-то бросился утешать ребенка, кто-то угостил его шоколадными конфетами. Михаил купил мальчику сладкую вату, а Софья смотрела на все это с нескрываемым раздражением. Она дернула плечиком и возмутилась. Надо было смотреть, куда едет. В кармане у Михаила уже лежала коробочка с кольцом. Но, услышав такое, он решил повременить с предложением и некоторое время просто понаблюдать за возлюбленной. В тот роковой для себя день Софья сама позвонила Михаилу и предложила встретиться. Мужчина согласился. Встречу Софья назначила возле одного из самых дорогих ресторанов города. Но Михаил не возражал. Почему бы не поужинать и не угостить невесту? Перед рестораном Софья захотела прогуляться. Она увлеченно рассказывала о том, как прошел ее день. И несколько раз повторила, что у ее лучшей подруги Иришки радость-то какая. Ей любимый сделал предложение. «Какое же это, наверное, восхитительное чувство быть невестой», – вздыхала Софья. Михаил слушал ее с полуулыбкой. Он прекрасно понимал, к чему Софья клонит. И даже не был против. Если бы не тот случай, на безымянном пальчике Софью уже давно красовалась бы колечко. Возможно, даже лучше, чем у ее Иришки. А может, пускай все случится сегодня? Михаил подумал, что будет романтично после ужина отвезти Софью на арт-причал и уже там, при свете луны, задать ей самый главный вопрос. И тут вдруг Михаил услышал голос. «Пожалуйста, помогите, если можете. Я не ел уже несколько дней. Просто умираю с голоду». Михаил оглянулся и увидел попрошайку, который сидел под фонарем. На вид мужчине было лет 50. Но волосы у него уже были полностью седые, а лицо покрывали глубокие, как шрамы морщины. Михаилу стало жалко человека. Разбираться в его жизненной истории не было ни времени, ни желания. Зачем спрашивать что-то или давать совет, когда можно просто помочь? В кошельке у Михаила была только одна довольно крупная купюра. Ее он и протянул нищему. «Что ты делаешь?» – возмутилась Софья. «Да зачем такие деньги давать? Каждый человек сам кузнец своего счастья. Не хочет работать и нормально устроить свою жизнь? Так пускай голодает. Чем ты ему обязан? Какой кошмар? Нельзя, Миша, быть таким доверчивым!» – возмущенно заявила Софья. И тут же радостно заулыбалась. Мимо проходил кто-то из ее многочисленных знакомых. В ресторане Михаил заказал только чашку кофе. А Софья себе ни в чем не отказывала. Когда Михаил платил, она не стеснялась баловать себя. Пока девушка ужинала, Михаил наблюдал за ней. «Надо же, такая красивая, успешная и такая злая!» Если бы можно было повернуть время вспять, Михаил подумал, что никогда в жизни не стал бы приглашать ее куда-то. «Вообще не знакомился бы. Уж очень привязался к ней. А с такой семью не построишь. Хорошо еще, что предложение не успел сделать». Когда официантка принесла счет, Михаил попросил ее разделить сумму на двоих. «Ты серьезно?» – обомлела Софья. «Ты не заплатишь за свою женщину в ресторане?» «А зачем?» – спросил Михаил. «Каждый человек сам кузнец своего счастья. Хочешь вкусно кушать? Вот и плати за себя сама». Софья не стала спорить. Она оплатила счет, взяла сумочку и вышла из ресторана. На пороге остановилась, подумала, что Михаил ее догонит. Но он не стал. Пусть уходит себе. На этом их история закончилась. В тот же вечер Михаил выбросил кольцо. Если встретит когда-то другую девушку, купит ей новое. А Софья отныне будет рядом только в воспоминаниях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.